Девушки отдыхают Уже скоро всё будет открыто. Думаю, в срок успеем. Девушки отдыхают 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 за уши узкая тропа приводит вас к притихшей в ночи пасеке среди ульев горит одинокий огонек пасечник зажег лучину и что то пишет на бересте слышу идет кто то выходи на свет здравствуй бортник а пудница ну заходи и будь как дома в моем чили нам царстве меня панько звать пасечник продолжает сосредоточенно писать что то на бересте уж не как лишачью грамоту пишешь господи упасти считаю доход на это лето матка каждый день червей так много пчел и молодого родится только мы бортий хватило один водяной мне помогает он тут чертов ручей неподалеку так пчелы там воду пьют я кое-что бросил в воду то водки да каравай вот так чтоб зимой не подохли понимаю раз урожай большой будет может есть что и на продажу подходи посмотри травы есть кое-какие лечебные не интересуешься слышал про водяного местного да так говорят всякое вот одна история была от бабки знаю только ты смотри я-то такую страшную историю могу выдать что волосы по голове ходить станут у кромки леса чернеет чей-то силуэт не разобрать кто затаился на вашем пути вы крепче сжимаете черную книгу в ответ раздается человеческий голос вы подходите ближе и узнаете знакомого гармониста из салтанова васька так и знал что это ты на селе было чё тебе надо так иди давай своей дорогой а я поблагодарить хотел ты подножку подставила я умотнуть и смог ага подножку точно на-ка конфету съешь на дорогу мне слазьте для дел нужны я ему потом все верну да хоть завтра ну-ну девкам небось каким несешь как обычно ишь ты в какой степь то сразу да ничего такого я в кабак вон иду меня играть позвали именины вроде как федька берет пассаж на своей гармонии я так думаю к или с подарком приду так по боли заплатят кто тебя на именины позвал бог его знает той ночью у избы объявился парень какой-то приходи и говорит денег дал еще обещал чё на те деньги не мог конфеты купить а я их сразу припрятал мало ли чё но не боись я завтра расплачусь к кабаку говоришь бывал там чё за место то так не бывал та изба все заброшенной стояла а тут слух пошел мол снова кабак по ночам-то гудит да так весело бойко эх небось баскущий кабак то слышал а там лихие ребята сидят а хоть какие гармонисту и черт не страшен ну ну ты чертей то в жизни не видел никогда а если и видел так и не понял не всех знатки то ростят бог тебе в помощь некогда мне погоди ты сама куда идешь я вот тоже до кабака и мне надо на этот праздник заглянуть отдых здорово вместе пойдем и правда чудесно жаль но придется самой идти мне еще в некрасово заглянуть до того надо глянь чё там на берегу творится мужики с бабами табунами роятся пойдем не успеваете вы возразить как гармонист утягивает вас за собой жизнь это во всех праздник они 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 динам они У берега собрались крестьяне. У каждого в руках по нескольку караваев, которые они бросают в реку, а после следят, как хлеба уплывают по течению. Гармонист окликает крестьян и уверенным шагом идет к реке. А, Некрасовский. Здорово! Чё это вы тут делаете? Рыбёху кормите? Они утопленника ищут. Где хлеб утонет, там и найдёшь, говорят. Да пропал мужик один из деревни нашей, никак его найти не можем. Я, кажется, знаю, про кого вы говорите. Думаю, хлебом вы у водяного не выкупите утопня. У вашего водяного так точно. А ты чё, откуда знаешь-то? У неё дед знаткой. Она тоже из этих. Вишь чё? Так чё делать-то нам? Чтобы утопень прибочился. Коли знаешь, подскажи. Если выкупать у вашего чёрта, думаю, монетами надо. Бросайте нечётное их число. По три рубля, по пятнадцать. Это сколько нужно-то? Где взять? Хлеба кое-как насобирали. Вот, возьмите. Немного, но должно хватить. О, Васька, завидно ты, девка. А ты давай помалкивай. Нече на мои рубли глазеть. И на том спасибо. Так бы с хлебом и с калидоталого. Вы прощаетесь с крестьянами и отправляетесь в путь. Притихшая деревня готовится ко сну. Некоторые окна ещё горят. И тут и там, на улице, вы замечаете крестьян, идущих по своим делам. Все, кого вы расспрашиваете, знают про кабак, но говорят, что это плохое место. Оказывается, в последнее время разбойники стали ещё шумнее. Но в ближайших деревнях их не видели. Один из ваших собеседников крестится и говорит, что в Питейном доме творится что-то бесовское. С дрожью в голосе он рассказывает про вырубку на западе, но больше вытянуть из него не удаётся. Притихшая деревня готовится ко сну. Некоторые окна ещё горят. И тут и там, на улице, вы замечаете крестьян, идущих по своим делам. Вскоре вы находите избу, где живёт семья пропавшего крестьянина. Оказывается, именно его сейчас пытаются выменить на берегу Салтановки. Вы рассказываете его жене о необходимости отслужить молебен. Потрясённая женщина признаёт в вас колдунью и верит каждому слову. Вы отдаёте все деньги, что вам вручил работник Водянова. Благодарная крестьянка даёт вам в дорогу несколько лечебных трав. Подумав, вы просите поставить свечку и за вашу знакомую русалку. Притихшая деревня готовится ко сну. Некоторые окна ещё горят. И тут и там, на улице, вы замечаете крестьян, идущих по своим делам. На замерзшей лесной вырубке звенит тишина. Примолкли и птицы, и насекомые. Зная, что это верный признак присутствия нечисти, вы открываете свою книгу. На поляне лежит несколько толстых брёвен, и есть старый костёр с разбросанными вокруг него вещами. Под корнями особо крепкой поваленной сосны виден чернеющий зев провала. Чем ближе вы подходите к вырубке, тем отчётливее запах гниения. Вы непроизвольно делаете шаг назад, когда видите тела, вставленные в грубые отверстия в стволах, как в домовины. Преодолевая отвращение, вы проверяете трупы. У многих из убитых есть оружие, похоже, это мёртвые разбойники. У одного из них вы находите кошелёк с рублями и, без сожаления, забираете его себе. В воздухе витает смрад смерти. Кажется, здесь никого не было уже довольно долгое время. У костра вы находите чью-то тетрадь со счетоводными записями. В них указаны исправные жертвы водяному и другие, более жуткие расходы, о которых вы стараетесь не думать. Последняя запись внесена более двух недель назад. Провал дыхнул на вас могильной сыростью. На дне среди корней, торчащих как лапы диковинных чудовищ, вы видите пустой ларец. При ближайшем рассмотрении он оказывается довольно старым. Кажется, этот небольшой сундук зарыли довольно давно. Вы слышите протяжные звуки давно известных вам песен. Возле избы на заваленке все еще теплится запоздалый посиденок. Быть может, стоит остановиться и немного послушать? Вы садитесь на заваленку и растворяетесь в тягучей песне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы минуете небольшое поселение, которое еще не успело обзавестись названием. На окраине деревни вы замечаете круглый бочонок, который катится на запад. Похоже, в бочонке сидели черти, и им не до разговоров. Услышав ваш голос, они вылетают из сосуда и устремляются в атаку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Изнутри доносятся глухие звуки оживленных разговоров и гармонии. Дверь заперта. Крестьянин схватился за голову и периодически смахивает скупую слезу. Ты в порядке, дяденька? Ой, девка, ты че тут? Иди отседово, пока цела. Лихое это место. Знаю, что лихое. Я потому и здесь. В лесу нашла мертвых разбойников на вырубке. Нечистая сила их будто задавила. Так и есть. Беги отсюда, пока сама цела. Раз ты так боишься, почему сам не сбежишь? Эх, не уйти мне от бесов. Они меня тут оставили, пока в кабаке пьянствуют. Потом-то на мне в пекло поедут. Господи Иисусе, ты мертвый что ли? Раньше я в этом кабаке время проводил. Теперь платить пора. Может, мне удастся тебя спасти? Я знаю, как с бесами управляться. У меня само их целый пистель. Помоги мне внутрь только попасть. Мне уж не поможешь. Ну, можешь, черта, подразнить. Вот ключ от задней двери. Хочешь, иди. Что это за пятейный дом? Можешь рассказать? Лихое место для лихих людей. Раньше так было. Ну, а сейчас-то и того хуже. Ты чего, дяденька, слезы утираешь? А чего удумала-то? Да я ни перед какой участью ни слезинки не прозвоню. Ясно тебе, Аличуа. Изнутри доносятся глухие звуки оживленных разговоров и гармонии. Дверь открыта. Веселье начинает набирать обороты, а за окном сгущаются тени. Гармонист подмигивает вам, не отрываясь от игры. Знал, что без меня жизнь не мила. Повидаться пришла, Василисочка. Не испытывай судьбу свою, Фёдор. Шучу, шучу. Я нашла кое-что. Думаю, тут не простые разбойники, а черти замешаны. Может, горбачи эти-то все мертвы уже. Ха-ха, ну даёшь, Василиса. Всё у вас с дедом Егором шалами да балами. Это не шутки, Федька. Ха-ха, ох, не могу с тобой, Вася. Сейчас с ноты собьюсь. Не боишься людей-то лихих? Чего бояться? Все гармонисты любят. Я ж тебе говорю, мне и чёрт не страшен. Я и тебя в обиду не дам. Что ты там про веселье говорил? А вот один мне тут говорит, мол, ночь сгустится, да кабхаживать начнём дорогого гостя. Да так, что на небо можно отправиться. Крестёр. Да, интересно. После потолкуем. Ага, сядь вон на лавку. Послушаешь хоть, как удало играю. Веселье начинает набирать обороты, а за окном сгуст вскоре крестьяне начинают плясать, да с таким рвением, что сотрясаются стены. Через некоторое время веселье так разошлось, что гармониста подхватили на руки и начали с гиканьем подкидывать его в воздух. Особенно выделяется крупный мужик. Главарь этой шайки. Вы замечаете, что посетители друг за другом подходят к какой-то склянке у окна и что-то мажут возле глаз. Выгодов момент, вы добираетесь до этого предмета. У вас уже давно закралось недоброе подозрение про этот кабак. А теперь оно перерастает в ужас. Ваши подозрения оправдываются. Все вокруг было мороком. Да и гармониста они не просто так подкидывали. Вы достаете черную книгу, но вас окликает главарь бесовской стаи. А, думаю, мои конюшни сегодня пополнятся еще и юной колдуньей. Что за день? Ну, с чем вы пожаловали, сударыня? Гармонист изо всех сил старается выпутаться из петли. Я знаю, что вы местных на вырубке подавили. Они нашли то, что не должны были находить. То есть нас. Не могу сказать, что мы неблагодарны. Передавили всех? Но за что? Гармонист начинает сопротивляться петле чуть менее отчаянно. А разве нам нужна причина? Мы духи зла, девочка. Но ты спрашивай. У меня полно времени. Нечего мне зубы заговаривать. Отправишься в пекло со своей стаей. Еще посмотрим, кто в него отправится. Я превращу тебя в копылицу и запрягу в телегу. Продолжение следует... Продолжение следует... Когда падает черт-меколка, его стая свизгом вылетает из дверей и окон. Вы быстро снимаете Федьку с петли. Кажется, он все еще жив, но от его обычной спеси не осталось и следа. К вашему удивлению, черт пока что не испарился, как остальные. Стой, колдунья! Я тебе помогу! Теперь в услужение собрался? У меня своих чертей целая стая. Но я сильный черт! Сама видела! Сначала расскажи, что с разбойниками сталось. Они раскопали старый клад. Его ушкуйники еще закапывали давным-давно. На нем было колдовство сильное. Конечно, не настолько жертв, сколько разбойников было. Думаю, что-то в заклинании пошло не так. Может, место там какое особое. Мы были привязаны на охрану, обычные бесы. Но с годами креплое колдовство и наша сила, словно выдержанное вино. Когда они открыли сундук, мы взяли то, что причитается всей их головы. На остатки колдовства сплели этот морок. Думаю, Вакуль не обрадуется. Ну а после стали проколитых собирать по округе. Я грешников в коней превращаю, да в пекло гоню. Все было хорошо, пока ты не объявилась. Заговор на морг был настолько крепким, что даже нечисть использовала травы для его рассеивания. Быть может, стоит оставить этих чертей бесчинствовать вместо разбойников. Пусть они приносят жертву водяному. Ладно, пойдешь ко мне в услужение. Спасибо, Векша. Не пожалеешь. Много я душ тебе спортить помогу. Ваш знакомый гармонист побывал на грани жизни и смерти и, кажется, в чем-то изменился. На обратном пути он не проронил ни слова. Вы помогаете Фетике добраться до ближайшей деревни и отправляетесь домой. Остается только гадать, как отреагирует водяной черт на смерть своих разбойников. Больше жертвовать водяному они точно не смогут. И к рассвету уж добралась. Чего беса ты жертвовать не оставила, а? Таракан ловить. Я что-нибудь с водяным придумаю. Да уж придумай. Некогда нам нового водяника искать. Ладно, надо на мельницу тебе отправляться. Соливары я уже туда снарядил. Думаешь, Вакуль откроет печать? Так не знаю теперь. Что ему в башку взбредет, то и сделает. Он жертвы любит. Может, деньгами переубедить. Все, я про русалку думаю. Можешь попытаться выкупить душу ее. Но смысл? Он ее лет через пятьдесят и так выпустит. Она мертвая подождет. Что мне ждать на этой мельнице-то? Думаю, тебе надо быть готовой ко всему. Этот черт неспроста встречу-то там назначил. У него там и сила есть, и история. Я с черной книгой все ловчее управляюсь. Ха! И еще бы! У тени свет. Чем дольше книгу держишь, тем ярче она светит. И тем больше тень за твоей спиной. Не важно, кто держит эту книгу, старик или девка. Эта тень все растет и скрывает деревни, крестьян, друзей и родню. Наконец она и до тебя добирается. Ну, на мельницу буду собираться. Она от Каинского села недалеко. Не заплутаешь. Каинского села недалеко. А, Василиса, вот ты где. Я все думал про тот ветер, да, про три стороны и раковины речные. И что? Вспомнил, как суседил? Нет. Думаю, нужно нам сходить снова в Янидор до церкви. Может, там что в голову придет? Пойдем. Но осталось ли там что? Века же прошли. Поищем у основания. В подвале. Все тайны под землей. Да ты лучше меня это знаешь. В голпце окажемся. Может, чего наворожу? Не зря же я суседка. Прошка то и дело останавливается. Покружив в раздумьях, он в нерешительности продолжает путь. Кажется, что-то в предстоящее время. Вы устремляетесь в колючие придорожные заросли и тянете за собой прошку. Проходят минуты, и вихрь рассеивается. Дорожный вихрь был предвестником северной ночи. Ветер гнет деревья, гоняет листья и пыль по пустынным углам Янидорской ростыни. Где-то в лесу затягивает тоскливую песню одинокий волк. И Прошка вновь замирает в нерешительности. Ну и ведь. Ты что встал-то, Прошка? Вспомнил я, что бывал тут часто. Наверное, когда живым был из племени Чицкого. Вряд ли церкву мою по городам и весям на руках насилие. Так ведь. Тебе бы все на руках, чтоб носили. Так ведь? Что еще могло произойти на Ростыне, что могло связать Прошку с этим местом? Может, тебя тут-то и похоронили? Нечистым ты был покойником. Похоже на правду. Так и стал с усердниками. Дай-ка подбор. Кажется, что-то вспоминаю. Копай. Я не хочу твою могилу разрывать. Копай, говорю. Ну, приручил себе колдунью бестолковую. Вы разрываете землю чуть поодаль от дороги, где указал Прошка. И под узким слоем земли, рядом со странным прогнившим поленом, находите серебряную бляшку. Прошка хмурится на находку, но воспоминания к нему не возвращаются. Старый мост поскрипывает от студеного ветра. Под ним рябит холодная вода какой-то болотистой речки. На середине пути вы замечаете лесную чуть, уставившуюся на вас своими холодными безжизненными глазами из камышей и водорослей. Нечистому было достаточно поднять лапу, чтобы все лесные духи разбежались в панике. Вы удивленно смотрите на кота. Его ли это заслуга или чуть прознала про силу черной книги? Чего? Пряньки-то распродала уж все. А, ты за травами? Северный ветер гнет верхушки деревьев. Их шелест наполняет болото мерным шумом, в котором вам слышится перешептывание леших и шелест крыльев подземных демонов. Вы останавливаетесь на минуту, задумавшись о древности этих лесов. Сколько им веков? Сколько еще они простоят? Размышление прерывает недовольное ворчание Прошки. Енидор уже близко. КОНЕЦ Ну, старьё, да? Дерево-то вон, гляди, всё поистлело. А такое доброе-то было. Эх, ну чё стоишь, Васька? Вон дверь в подклете отворяю. Приближаясь к старым доскам, вы чувствуете тянущий от бревенчатой стены сквозняк. За старыми досками вы обнаруживаете узкий лаз, ведущий глубже под землю. Некогда величественные, идолы лежат в повалку в этой промозглой сырой землянке. От жутковатых лиц забытых богов будто бы несёт холодным ветерком. У одного идола не хватает резного лица. Я уже видел этих истуканов, Василиса. Был в этой землянке? Да, но когда? Давно ли? Чего-то не хватает. На календаре охотника будто нет одного паса. Добавь его, и весь годовой цикл встанет на своё место. Добавь его, и весь годовой цикл встанет на своё место. Старинный деревянный ангел безразлично смотрит на вас. Вы вглядываетесь в его лицо, и кажется, будто он в деревянной маске. Вы дотрагиваетесь до маски, и она падает к вашим ногам. Её лик напоминает вам о странных бесах, которых изображают на чудских башках. Что-то тут не так просто. Поищи по сусекам, может, найдёшь что? Что искать-то? А мне почём знать? Неча, неча смотреть-то с укором. Тут иконы вон по углам набросаны. Мне на них смотреть вредно. Так-то. За старыми досками вы обнаруживаете... Некогда величественные идолы лежат в повалку. Субтитры создавал DimaTorzok Василиса, кажется, я вспомню. Всё вспомню. Но посмотри, что со мной. Да, Вера, так я и выглядел когда-то, когда меня звали Ворья. Охотники несли мне речные раковины со всего сейфа, а я веялся ведущим ветром весна и отдыха. Прошка, это ты? Василиса, я всё вспомнил благодаря тебе. Тебя звали Войби? Кто ты? Я был Богом, владыкой северного ветра и повелителем судеб чудских племён, что жили в чердонских лесах. Был я силён до поры. Пришли другие боги, и вера в меня угасла. Войпелю болвану не молиться, и тризнь ему не творить. Так и стало. Потухло пламя жертвенника. Умерились и мои силы. Это твои болваны под церковью? Да, мои. Последнее капище было тут, в старой землянке. Я ещё помню ту женщину, что не хотела терять старую веку. Она спрятала киды, а мои лица прикрепила канье. Так я и вышел. Силы нечистые, но в ореоле церковный слава. Почему везде раковины? То мой сим, мои уши. Когда-то я был всеведущ в этих краях. Я ветром своим охлаждал неистовое пламя солнца. Но то время давно минуло. Остались только эти белёсые ракушки. Кости забытого прошлого. Что ты сейчас собираешься делать? Останусь с тобой. Теперь должок-то за мной. Да и силы у меня не то, чтобы больше стало. Вселенная повернулась. И старые боги превратились в бесы. Так и я. Когда меня забыли люди, я и сам себя забыл. И сил во мне осталось мало. Но теперь я вернул своё прошлое. И так стал сильнее. Помогу я тебе, Василиса. Кто знает, в каких ещё формах мне удастся переродиться. Так и оказалось, что Прошка наш чудским бесом был. Господи Иисусе! Не ожидал, дедушка? Теперь-ка, глядишь, я тебя, мышей-то, заставлю искать. Невероятно! Не думал, что такой сильный дух к тебе прибьётся в службу. Хорошо, я тебя учил-то видать. Или в книге и дело. И что теперь? С нами останешься? Да, поживу кошачий век с Василисой. Я-то своё нашёл, теперь ей помогу. А про мышей нечего тут. Ты хоть и горей будь, а дело своё в избе знай. Я тут хозяин, покуда не все зубы повыпадали. Не бойся, дед, не пропадём. Всех мышей как ветром сдует. Как тебе моя новая шёрстка? Эх, как светится-то. Я даже и не знаю, как тебя теперь называть. Прошка или Войпель? Да Прошка, Прошка. Я же говорил, что с тобой останусь, пока ты печати открываешь. Ты мне помогла, и я тебе помогу. Я чертей не боюсь. Разве они могут мне навредить? Что ты за дух такой? Чудской. Ещё пермики в меня верят. Только угасли мои силы. Теперь зато мышей могу ловить. Ты мне помогаешь. Да. И от этого сила моя растёт. Так что я тебя не брошу. Ты вспомнил, кем был. Но скоро можешь снова всё позабыть. Да. Чем занимаешься, тем и становишься. Будешь суседить сотни лет, так в суседку и превратишься. Если бы ты мне не напомнила о прошлом, кто знает, может, я б лет через сто вообще в косматого старика превратился. Всё, хватит суседства. Освободишь парня своего, отправлюсь в горы. Буду там летать свободным северным ветром. Так я ничего не забуду. И к рассвету уж добралась. Чё, Беса, ты жертвовать не оставила, а? Тараканов ловить. Я что-нибудь с водяным придумаю. Да уж придумай. Некогда нам нового водяника искать. Ладно, надо на мельницу тебе отправляться. Соливары я уже туда снарядил. Я с чёрной книгой всё ловчее управляю. Ха, ещё бы. У тени свет. Чем дольше книгу держишь, тем ярнее важно, кто держит эту книгу. Старик или девка? Эта тень всё растёт и скрывает деревни, крестьян, друзей и родню. Наконец она и до тебя добирается. Ну, на мельницу буду собираться. Она от Гаинского села недалеко. Не заплутаешь. Помогай, Господь. Я это самое, рыбак. С рек-то. Озеро Северного. Вад ты, прости, Господи. Пришёл помощь просить, чтоб ты на морды чё пошептала. А вось от нечистого поможет, а то все сети-то портят наши. Дай-ка посмотрю. Да тут не отшепчешь. Тебе надо у водяного просить. Господи, Иисусе Бог. Ну ладно, попробуем от окаянного откупиться. Возле старой избы мужик бронит свою жену. Похоже на звуки перебранки пришла добрая половина деревни. Часть крестьян поддерживают мужика. Другая часть вступилась за женщину. Предметом раздора оказалась пила, которая то и дело ломается. Мужик подозревает свою жену в сглазе. Она же уповает на свою невиновность. Кажется, этот предмет чинили неоднократно. Похоже, последний раз в ремонте он побывал у местного кузнеца всего несколько дней назад. Вы решаете, что о поломке может знать ладивший пилу кузнец и узнаёте, как добраться до его избы. Вы раздумываете над дальнейшим шагом. Оказывается, мельница давно заброшена и имеет турную славу. Мало кто решается приблизиться к старому зданию. Поговаривают, что водяной до сих пор ловит проходящих рядом людей и затягивает их в омут. Вы раздумываете над дальнейшим шагом. На сельской улице вам встречается странная крестьянская процессия с тюками и сундуками. Впереди идёт крестьянин, сжимающий сонного петуха. Люди останавливаются, заметив вас на своём пути. Старухи начинают причитать и креститься, приняв вас за дурное предзнаменование. К вам обращаются мужчины из начала шествия. Ты чё за простоволоска? Чё по ночам-то шастаешь? Петух в руках и мешки с тряпьём. Что задумали эти крестьяне? Кому-то подарки несут? Нет. Похоже, петуха несут суседки в жертву. Переезжают, значит. Да я путница. С дороги сбилась. В новую избу въезжаете, чё ли? А не твоего ума дело, девка. Я знахарка. Могу помочь вам с переездом. После недолгого спора крестьяне соглашаются. Вы приносите в жертву петуха у нового сруба и шепчете необходимые слова. Благодарные крестьяне дают в дорогу несколько шанижек. Вы минуете новые избы гаинского поселения и приближаетесь к берегу Камы. За водяным наверняка потянулась и его свита, мертвецы и утопленники из подводного царства. Сделав глоток свежего ночного воздуха, вы чертите круг. Хтонические гости не заставили долго ждать. Из реки выходят ваши недавние знакомые. Сделав глоток свежего ночного воздуха, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кузнеца выстроена в отдалении от деревни, чтобы не было пожара. Вы стучитесь в дверь и вздрагиваете. Звуки неожиданно распарывают сгустившуюся тишину. Вскоре дверь приоткрывается, и из щели выглядывает сначала ружье, затем и сам кузнец. Ты кто такая? Вроде рано калядовать. Я от мужика из Федорова. Вот, пила у него дурно сделана. Кузнец опускает ружье и осматривает инструмент. А, скверно. Моя работа. Ну что поделать? Боюсь ковать-то подолгу. Да не поверишь ведь. Я так-то из знатких. Всякое видала. Господи Иисусе, ну слушай, ко мне сам окаянный зачастил. Выглядит, как обычный человек Божий, только брагой тянет. Пришел, подкуй лошадей, говорит. Ну, я поднимаю копыть-то у лошади, а там стопа человеческая. А у того крестьянина наоборот, копыта за место ног. И он на меня глазами-то своими зыркает. Я так человеческую стопу и подковал, прости Господи. С тех пор и дверь боюсь отворять. В брашкой от беса пахнет, говоришь. Ну, я с этими чертями вчера только встречалась. Больше они тебя не побеспокоят. Прогнала их? Не знаю, как и благодарить. Давай пилу, будет как новая. Благодарный кузнец чинит инструмент и кланяется в пояс. На обратном пути вы отдаете пилу крестьянину и получаете вознаграждение. Винная лавка работает допоздна, и из ее окон льется теплый свет на скрытую ночной тенью улицу. Заметив вашу книгу, целовальщик зовет вас внутрь. Мол, у него и книги в продаже есть. Вижу, книгами интересуешься. Вон у тебя какая боскучая ты есть. Старинная? Я ни одной брашкой торгую. Взглянешь? Взглянешь? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Загадочно шепчут камыши, изба обветшала, водяное колесо молчит. Вас уже ждет Соливар. Василиса. Я побывала у Водянова. Все про твою дочь узнала. Не думал, что мне сразу сказать стоило. Но разве я мог? Господи, все это как во сне. Евдокий он забрал. Но я не знал, что он виноват. И уж не думал, что он ее пришлет на Соливарный убивать. Думал, там другой Водяной. Думал, сбежал я от того. Столько смертей, столько жертв. Жертвы. Я бросал рублей, сколько-то каши, водки. А Вакулю все мало. Ему нужны только мертвецы. Здесь ты с Водяным договор составил? Да, это моя мельница старая. Я тут работал. Когда я ее строил, с Вакулем договаривался. Он мне, мол, как обычно. Я и думал, что деньгами отделаюсь. С окаянным редко, когда так просто. Через несколько лет он тенью чудить начал. Свою жертву просил. Я вредить никому не хотел. Потому он тогда свое сам взял. У меня подмастерье был, засыпка. Ладный парень, любил его. Водяной его утащил на дно. Утопил его этот черт, понимаешь? Тогда бросил эту мельницу. Не мог тут находиться. Со временем солил. Думал, забрал он свое. Но ему все мало было. Оказалось, это он дочурку мою на дно утянул. Дусю погубил. Как Водяной на соливарне тебя отыскал? Этот завод далеко. Я-то думал, там другой водяной черт. Так и было вначале. Я на горцевых денег подкопил. Сначала маленький заводец, потом разросся. Мы с другим бесом в ладу жили. Он людей-то не требовал. Потом, видно, его в Акуле одолел. И всю реку под свое начало взял. А я и не знал. Про меня как-то проведал. Что с дочерью твоей сталось? Дочка моя. Она тут ни при чем. Когда Вакуль меня нашел, он, видно, меня проучить надумал. Евдокия по зиме на санях ехала. Соликамск. Под ней лед провалился. Ни саней, ни дочки моей не нашли. Я и не догадывался, кто виноват. Не про такого водяного дед мой рассказывал. Меня бог наказал. Самого хитрого выслал. Думаю, с Вакулем сможешь сегодня потолковать. Я-то потолкую. Проклятый бес. Уж я его. Не думаю, что сладишь ты с ним. Только мне это по силам. Да и то, с концами его не уморишь. Сильные хозяева природы. Сделай, что можешь. Сделаю. Думаю, Вакуль быстрее объявится, если мельницу запустить. Это можно. Я ее осмотрел, пока тут ждал. Вершник, заслон то бишь, я открыл. Но подстав не крутится. Водяник прохудился. Я его залатать могу. Такие водяники еще можно залатать. Жаль, что некоторые прогнили навеки. На подставе лопастей не хватает. Перей. Ты поищи доски. Думаю, трех должно хватить. Тогда и запустим. Я тебя внутри подожду. Починю там Пакамис, что можно. Хорошо. Найду три доски и тебе принесу. Вы нашли подходящее перо для подставы. Вы нашли подходящее перо для подставы. Вашенька. Русалка. Мой отец. Он тоже здесь? Да, на мельнице. Поговоришь с ним? Не могу. Вакуль не велит. Водяной еще не явился. Не могу супротив его слов пойти. Как бы не хотела. Мне перья нужны. Для подставы. Знаю. Вот одна доска. Забирай. Русалка отдает вам часть механизма. Что-то есть в имени Вакуль. Пермятская, думаешь? Чую, явится скоро. А, Василис. Три доски. Довольно. Ну, все для запуска колеса у нас есть. Как колесо запустим, Вакуль вскоре явится. Давай. Пришло время. Соливар ловко чинит мельничный механизм. По его движениям понятно, что он делал это не раз. Вскоре колесо со скрипом совершает оборот. Затем еще один. Моя любимая колбаса. Дунья и ее милая книжка. Как рад я. Рад новой встречи. Здравствуй, водяной дедушка. Здорово, Вакуль. А, старый знакомый. Пришел нарушить очередное обещание. Отец, я... Не было позволения говорить. Поток воды сбивает и Соливара, и Русалку с ног. Гостя, Василиса, из тебя неважно. Разве у вас так принято в первичком крае крепостных у хозяина отбирать? Уж нет никаких крепостных. Молчать? Кажется, разбойники до сих пор не вернулись к жертвам. Какие-то проблемы? Василиса. Разбойников бесы всех передави... Ты не справилась с заданием. Но ты мне нравишься, колдунья. Говори, чё хочешь. Мне нужно только печать открыть на книге. Рад иметь с тобой дело, Векшица. Вакуль прикасается водяным потоком к черной книге. Когда печать открывается, черт ныряет в омут, утягивая за собой русалку. Соливар делает несколько шагов к кромке воды. Вам становится не по себе от его остекленелого взгляда и вмиг состаревшегося лица. На обратном пути вы уверяете Пахома, что водяной отпустит русалку через десяток-другой лет. Он не слушает вас, погруженные в невеселые мысли. Но разве это не банальнейшая легенда? Возможно. Но совпадений слишком много. Утопцы про неё говорят, сильна, мол, девка. От другой нечисти тоже слух пошёл. Сейчас свадьбу взялись оберегать. Небось, думает, я портить поеду. Игна понатыкать на меня? Я тогда совсем без сил-то буду. Ты в Покчу езжай. Уж тебя они ждать не будут. У меня есть определённые сомнения. Твой добрый друг довольно сильный и чертознай. Не уверен, что справлюсь. А надо бы поуверенней быть. Не зря я тебя учила. Чтоб на равных быть и попортишь свадьбу. Будет непросто. Но если книга действительно у неё, я наконец смогу приструнить эту силу. Верно, верно. Вот и разузнаешь. А если то правда, всё, что пожелаешь, сделаешь-то. Таково предание. Сначала присмотрись к ней. Я бесфотослал на округу. Поводом будет хорошим. Но эта свадьба... Не хотелось бы крестьян портить. Ты же знаешь, как я поступаю с демонами. Ты не смеши, Агульта! Кого там попортишь? Думаешь, поезд обернёшь? Такое у моей бабки в последний раз было. Книгу отберёшь, обратно возвращайся. Будь по двойным. Ну, в дорогу собирайся. Аминь, поток. Ага. А потом, чё было? И выбрала я, чтоб печать он открыл. Вот, молодец, Василиса. Я бы и сам лучше не сработал. Свою молодость колдовскую вспоминаю. Эх, вот время-то было. Я ещё легко отделался. Это уж точно. Шерстнатая ты, бесечина. Мышей лови. Черти пусть ловят. Не суседки на это дело. Прошка, а не открывают ли кошки печати в книге? Проверим, может? Выловлю я мышей, тоже мне задача. Я от тебя не мучаю, как Андрейки твои малые. Ну, за следующую печать приниматься пора. Волчья печать. Я про оборотни подумала. Давно их в уезде не было. Прошка, может, волком обернёшься? Не поможет. Надо мне помозговать. Пока своими делами займись. Помяни парня своего. Срок ж подошёл. А я, может, что и придумаю. Хорошо, дедушка. Хорошо, дедушка. Хорошо, дедушка. Да, хорошо, что я не из этих бесяков мелких адовых. Работы круглый день или людей порт? Это ведь тоже работа? Я так, на печи за хозяйством погляжу. Вот это моё. Что вообще домовой делать должен, если дрова не рубить? Помного чё. У вас, суседки-то, не было давно. Вот крыша и осела. Растёт на ней осока какая-то дырка. Я б до такого не довёл. Ну, время будет, да к полажу из... Пока я не особо-то освоюсь. Может, подсобишь, чёртям-то? Ага, сейчас-ка. У меня других дел довольно. Здесь и за домом следи, да. Мышей выводи, да. Пожар отводи, да. Чё, мало? Неа, полно. Как тебе живётся в избе деда Егора-то? Так хорошо в избе-то живётся. Как-то спокойнее, дед. У вас, икон-то, не больно, не то что в церкви. А в углу, вон там, не было и времена, напоминаю. Раньше-то тоже там держали и угощение, и богов. После потолкуем. Субтитры делал DimaTorzok Живее рубите окаянные крысы, мне плешь всю житуху мою, ай. Работайте, давайте. Чё, дедушка, слушают тебя бесики-то? Да как-ак-ак. Столько вместе прожито, помнят ещё. Да и тебя побаиваются. Хорошо, что бесы с хозяйством помогают-то, ага. Так, да, дрова рубят, это чё. Я их как-то послал поле вспахать, так они всё перепахали. И посаженные, и непосаженные. Глаз да глаз за ними нужен. Ну, ничего, пользы тоже есть. Может, мне в лес пойти волков искать? Да ну, ты чё? Нужна нечисть. Обычные волки не сгодятся. Есть мысля у меня одна. Не бойся, срок печать откроем. Откуда у тебя изба-то эта, дедушка? А, изба-то? Так по наследству досталось. Старшие-то со временем отселились все. Кто уехал, кто в Фильгарте отстроился. Ну, о том мне родители завещали. Старый он уж, как я. Недолго осталось-то. Скоро мы оба на тот свет отправимся. Избу те оставлю, больше некому. Ладно, дед, идти мне нужно. ПЕСНЯ 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 Да меня спроси, как мы живём. Я уж живу, нынче мотаюсь. Какого горя только не перевидела. Да чего только не перетерпела. Девку вот из бани вызволила. Видишь, и от знаткости-то польза есть. Всех не спасёшь, да. Русалка осталась у Вакуля. Но мне печать эта для тебя нужнее. Я на всё пойду, чтобы тебя спасти. Хоть все деревеньки и сёла с землёй сравняю. Бесы мои мне помогут, чтобы в мире... Скоро ты вернёшься, милый мой. Когда все печати я открою. А ты уж научи меня. Да понаставь горькую сиротинушку. Как открыть все печати книжные? А уж я тебе протяну свою белую рученьку. Да вытащу с того берега. Субтитры создавал DimaTorzok Господь в помощь. Егор Евлампич, Василиса. Уж не жених ли это с невестой пожаловали? Значит, держишь слово-то, Николай. Ну, говорил же, что невеста-то мне нужна. А тут, видишь, с Божьей до вашей помощью сложилось так. Уж скоро свадьба. Гляжу, занавесили тебя по старой традиции. Плачи, сказывайте. Да, нужно свадьбу сыграть, чтобы больники обратно не утянули. Понимаю, у тебя дел много, Вася. Не до венчаний, но кто кроме тебя? Ты ж меня у Абдерихи просватала. Тебе и свахой быть от моей стороны на свадьбе-то. Мне приданой некогда на девичнике ладить. Да уж неделя прошла. У меня приданная-то дома объявилась. А чего не хватило? Так мне девки с деревни помогли. Ты, главное, свахой-то побудь. Не могу. Надо другими делами заниматься. Ничего, ничего, Вася, сходишь, не пропадем. Так у нас пока срочного-то дела нет. А глядишь, свадьба пройдет, так и решение появится. Да и ты, дед, приходи. Ты сед с кем будешь. О, какая честь-то. С чего пы? Ну так ты и Василису учил уму-разуму, да помогал с людскими предметами для невесты-то. Это верно. Ну, видишь, Вася, как тут отказаться-то? А дружкой кого взял? Федьку, гармониста. Старый мой товарищ. Федьку? Какую уж он порчу отведет! Как на такую свадьбу-то идти, дед? Да ну ты чё, Вася, справится Федька. Благур зато. Вот даст деду-то. К тому же мы там будем, подсобим от нечистой силы и колдунов. Ладно. За Федькой надо точно присмотреть. Как бы сам свадьбу не спортил. Спасибо, Василиса. Я и тебе подарок приготовила. Думаю, по сердцу придется и на пользу пойдет. Мы не только с приглашением. Помощь нужна знатливых. Теща будущая рабочих снарядила пиво делать. Да только они бросили дело на полдороги. Говорят, окаянный одолел. От страха сами не свои. Мы без вас к бесам не пошли. Вдруг там банники помешать пытаются. Это вы верно решили. С невестиной-то стороны варите. С обоих сразу решили наварить. Деревня-то недалеко. В Пакче, где матушка живет, есть хорошие умельцы. И мы заказали. Батюшке-то не стало уже. Что про бесяков сказывают? Да тени шумят какие-то. Кадушки переворачивают. Пиво-то у реки варят. Вот я и подумала, что Абдериха могла у воды объявиться. Когда день-то свадебный? Так все послезавтра созваны. Свадебный день сначала, а на следующий под венец поедем. Не все по чину. Но и обстоятельства-то так сама понимаешь. Ладно, помогу вам. Без пива-то обряд неполный. А вам еще жить и жить. Ну, послезавтра тогда заезжай, коль я тысецкой. До встречи. Помогай, Господь. Здравствуйте. Помогай, Господь. Бог в помощь! С чем пожаловали, ваше благородие? Печная заслонка-то вон лежит-то справа там. Александр с недоумением оглядывается по сторонам. Дед, он не по этому делу и не понимает ничего. Да и сваты-то без жениха приходят. Здравствуй, Василиса. Я тут неподалеку по делу оказался и решил к тебе зайти. В смысле, я думаю, тебе это дело тоже будет интересно. Про вас с дедом Егором в округе много говорят. Помнишь, я тогда с земской станции отправился лечить девку? Случай похожий. В выселке по Кчинскому. Северным поселком его называют. Ну, я в знахарском деле кое-что с мыслю. Может, подсоблю, чё? В северном поселке, стало быть. Ты пока своими средствами лать. А там и я, может, на огонек загляну. Спасибо. Тогда до встречи. Погоди. Чайку, может? Стол подвигаешь там, да? Чё, да? Стол? Некогда. К больной пойду. Александр спешно покидает избу. Вечереет. Вы держите чёрную книгу на готове, ведь колдуны часто оставляют своих бесов у дороги портить людей, как вы уже не раз убедились. Вскоре вы замечаете чей-то горящий взор под раскидистыми корнями старой ели. КОНЕЦ 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 Среди верхушек вы замечаете безмолвного гиганта. Его силуэт возвышается над деревьями и бросает мрачную тень на застывшую в сумраке дорогу. Вы вступаете в лес, устремляетесь к неведомой нечисти и вскоре слышите удаляющийся хохот. Из мрака внезапно вылетает пыльный вихрь. Он разбивается на стаю чертей. КОНЕЦ Вы без труда находите избу, про которую рассказывал Александр, и расспрашивайте местных. Оказывается, у больной не так давно погиб муж. Ваш знакомый уже здесь. В углу избы стоит добротная русская печь. На беленом устье черные следы золы, но сложно сказать, кто виноват, бес или неаккуратность хозяйки. Оставьте меня. Мне отдохнуть надо. Лихорадка замучила. Мне нужно осмотреть избу, чтобы понять, что тут творится. Говорят, овдовела ты. О, Господи Иисусе, царство ему небесное. Да, помер он, но ничего, справляюсь. Бывают такие случаи, что мужья-то с того света возвращаются. Не слышала? Это чё за невидаль такая? Не бывает такого, Господи помилуй. Не надо со мной полукавливать. Я бесов всяких повидала. И ходячего мертвяка за версту чую. Тьфу, Векша, что ты вообще про меня знаешь? Про Васеньку моего? Ничего ты не знаешь-то. Может быть, мне удастся убедить её, если я притворюсь их знакомой? Так, кто там был её мужик по промыслу? Рыбачил, может? Да, похоже на то. Морды вон в углу лежат, неубранные. Так чё, я давно вас знаю. Через кома своего. Он с твоим Василием часто рыбачил. Ну, сейчас ты не порыбачит. Помер, говорю. Иди со своим женихом, вон, дайте отдохнуть. Всё ещё не верит. Чем бы мне убедить её в том, что не всё так просто с её гостем? Сундук у тебя большой. Бесы принесли? Чё за глупости? Ничего не понимаю. Знаю я, кто в твоей болезни виноват. Если живой хочешь остаться, рассказывай. Ладно, я скажу. Только не болтай. Не умер мой. Приходит иногда вечерами. Но велел не сказывать никому. Заругают, мол. Вы слышите шум рассыпающихся искр. Из печи появляется ваш знакомый огненный чёрт и тут же оборачивается человеком. Чую силу колдовскую. Догадались, колдуны? Думаешь, задавить нас? Попробуй-ка. Ха-ха-ха. Задавить? Я живу с другой целью. Здесь ты мне помешала, но я и других существ найду. Не так скоро. В моём уезде от меня не скроешься. Может и так-с. Потому тебя займут мои новые друзья. Сюда я больше не вернусь. Рядом с ним появляется пара чертей. Сам же он обращается в огненное веретено и устремляется в печную трубу. Вы можете догнать змея, если не тратить время на чертей. Но что станет с больной женщиной? Вы открываете книгу и читаете первый заговор. Вы одолели чертей. И женщина окажется теперь в безопасности. Но сколько ещё душ погубит огненный змей? На этот вопрос никто не знает ответа. Вам остаётся только продолжить путь. Вы замечаете бледные головы утопленников, выглядывающих из воды. Не иначе поджидают беспечную жертву, чтобы утащить водяному. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы слышите протяжные звуки давно известных вам песен. Возле избы на заваленке все еще теплится... В засыпающем селе жизнь идет своим чередом. Крестьяне уже вернулись с полевых работ и наполняют пакчу отблесками загорающих лучин в высоких окнах. Торговая лавка еще не успела закрыться на ночь. Крестьяне охотно отвечают на ваши вопросы, когда узнают, что вы та самая знаткая сватья. По словам пакчинских крестьян, их повседневная жизнь лишена частых встреч с чудесным. Все только посмеиваются над мужиками, что варили пиво. Мол, работники так увлеклись своим делом, что и черта увидели. Вы шепчете молитву и переводите дух. Вы шепчете молитву и переводите дух. Вы легко находите дом тех крестьян, что варили пиво, но изба кажется опустевшей. Вы заглядываете в приоткрытый голбец и замечаете там мужика, крестящего склянки и бочки. Тот вздрагивает от вашего оклика. Господи правый, ты чё стращаешь-то? Чуть дух не спустил. Так я стучала, ты не слышал ли чё ли? Я от свадебжан, за пивом. А не доварили мы пиво, ясно тебе? Невеста бесячая, все это знают. Вот и к нам пришли во страхвосты. Ель ноги унесли, Господи правый. Ангредиенты дай бог отмолю. Мы сусла-то сварили, потом хмель с ним в котел забросили. Всё с божьим словом, да как полагается. Фунт хмелю на путь золоду. Ну и тут явился бес сатана, Господи помилуй. Расскажи, какого нечистого видел? Порчу кто-то навёл, не иначе. Как мясной комок, да всё зыркает на нас. Но мы бежать, так всё и оставили. Часть-то сварили, так подойти теперь страшно. Варили-то правильно? Всё по чину? Всё как надо, с приговорами, да рецептура верная. Во! К нам ходили сначала девки невестины, потушить пытались. Потом мужик какой-то под вечер. А к ночи-то явился. Невеста порченная, так вот и тут враг явился. Чё за мужик-то? А не знаю, не разглядел. Постоял вдалеке, ушёл потом. У реки пиво-то ладили? Ага, у неё. А ты чё, пойти собралась, да на ночь глядя? Задавит? А ничего, я с божьим словом. Глядишь и отступится лукавой. Ну, бог в помощь. К востоку от последней избытии, не ошибёшься. На месте варки тихо, слишком тихо. Вы тревожно осматриваетесь. Здесь точно замешана нечисть. Здесь лежит сухая трава. Её можно использовать для разведения огня. Вы набираете немного сухой травы. В этом котле до сих пор уйма недоваренного пива. Вы чувствуете злую силу, таящуюся под чёрной поверхностью. Вы закатываете рукав и суёте руку в котёл. Но уже через мгновение с криком одёргиваете её. Вас кто-то укусил. Здесь разжигают костёр для варки пива. Вы кладёте сухую траву под котелок. Теперь разжечь костёр будет легче. Вы не можете разжечь костёр. Все поленья прогорели и нет сухой травы для хорошей искры. Здесь лежат дрова, которые заготовили крестьяне-пивовары. Вы набираете немного дров. Здесь разжигают костёр для варки пива. Вы подбрасываете дров. Теперь костёр можно разжечь. Вы разжигаете костёр и делаете шаг назад. Из котелка на мгновение показывается какая-то нечисть. Но вскоре она вновь скрывается под маслянистой пивной пеной. Огонь гаснет от выплеснувшегося пива. Быть может, костёр побольше вытравит беса? Здесь лежит сухая трава. Её можно использовать для разведения. Здесь лежат дрова, которые заготовили крестьяне-пивовары. Вы берёте охапку дров чуть побольше. Здесь разжигают костёр для варки пива. Вы подбрасываете ещё дров. Теперь костёр загорит. Вы разжигаете костёр и делаете шаг назад. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Порча падает на землю отвратительным комком зловонной шерсти. Этот бес явно был создан колдуном. Но кто может желать вреда Николаю? Вы отправляете пивоваров за уцелевшими бочками нетронутыми порчей, а сами возвращаетесь в избу. Добавил DimaTorzok 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 ладно пошепчу уж чего не помирать же мужику давай садись-ка у печи вы шепчете несколько целительных заговоров и просителю становится лучше спасибо тебе матушка теперь не пропаду спасибо что пришла васенька я уже за ночь наплакала сил ты нет почти так уж заведено хочешь жить хорошо так повыть нужно только не просто это я по бане то скучать не болен то буду так ты беды отведешь тут наревешься а жить будешь весело да скоро в баньку идти ты уже ее украсть как положено лучше тебя так никто обряда не знаю хорошо иди пока плачь к волосам присказывай и без меня расчешетесь я тебе отложу ленточку алую да не надо и так справлюсь спасибо васенька пойду так так чтобы ладно украсить нужно березки вдоль дороги расставить и баню ленточками увязать пора за дело приниматься тут лежат заготовленные для украшения бани разноцветные ленты из атласа вы берете ленты из сундука здесь лежат заготовленные березовые ветки старая баня навевает вам воспоминания о подполе обдирихе вы отбрасываете невеселые думы здесь нужно не дверь под пол открыть а сруб украсить вы размышляете о том каким цветом украсить баню старая баня навевает вам воспоминания под поле обдирихе вы размышляете о том каким цветом украсить баню бочка прыгает из стороны в сторону и раскачивается словно живая вы окликаете бочонок из него показывается шапка мальчонки мальчик начинает неистово терзать свою свирель если он не перестанет дудить у меня лопнет голова я могу переубедить его ведь колдуны еще и помогают кем там меня молодые назначили я невесту у банницы просватала думаешь я чё чтоб свадебку попортить ее спасла ладно ладно убедила я слышал колдуны свадьбы портят вот я старожудок это и чё про колдунов то слышал а вот док на доку бывает такое колдуна позвали а он слабый как ты чё ты там шепчешь ничего ничего так вот второй сильный приходит но и портит все на пропалую и 1 колдуна и свадьбу а про банников тут слыхал слыхал проклятых утаскивают и кожу с них стираю и невеста говорят у них пожила она чё нечисть тоже нет спасти ее удалось сильный колдун помог да я женихом то ходила ты-то а так без жениха ты не справилась бы говоришь не справлюсь может быть поможешь мне свадьбу сберечь это можно вместе так точно защитим свадебку поборемся с колдунами пора мне невесту в баню вести я за тобой тоже пригляжу колдунья давай-ка по-мирному а после приготовлений настаёт время вести невесту в баню посмотреть на обряд собралось много народа все хотят послушать старинные плачи и посмотреть на украшение вы разметаете дорогу перед невестой чтобы на ее пути не оказалось проклятых предметов ой припулушки голубушки мои вы придите посидите у меня вы предупреждаете невесту о том что вскоре могут появиться гости с ее стороны бесы которых подошлет обдериха вы оказываетесь правы только загораются дрова в бане как является окаянной переведя дух вы моете невесту предсказывая обрядовые заговоры потом переодеваете ее в свадебный наряд во двор уже заехали повозки свадебжан сегодня вечером будет посидинок так что народа много здесь и николай и тысяцкий дед егор и близкие родственники жениха едва гости вступают во двор мать невесты выводит к ним дочь приехали батюшки народу то сестой а прибыли так встречайте гостей не было ветру вдруг навеяло не было гостей да вдруг приехали здравствуй тысяцкий воевода егор евлампич здорово скоро совсем в люди тебя выведем здравствуй дружку удалой верный товарищ дак чё как говорят в чердани бонжур здравствуй суженый здравствуй гляди совсем скоро обещание сдержу эх ну посидинок сам не начнется пора бы и невесту пропивать куда лезешь поперек повозки то когда тысяцкой скажет тогда и пойдем в горницу да ну те чё церемонный то какой городе все быстрее делается ага там вообще скоро душу свою растеряют свадьбу тут мы как следует начнем пачкой господи иисусе не сердитесь василиса федоровна егор евлампович как решите так и будет вы пока коней распрягайте так столу готовьтесь мне со свахой вашей поговорить надо как скажете как скажете егор евлампович сюда проходите рубята ох не дождешься дед ничего ничего скоро глядишь и дождешься я невеста не совсем обычная другие с домом прощаются а я его недавно и не знала вовсе ты его увидела не всем проклятым то так повезло это верно но ты же мне поможешь если чё ну не зря же я тебя у чёрта просватала спасибо васенька колдуны часто подбрасывают стручок с девятью горошинами чтобы лошади не шли вы осматриваете стоп сена но сейчас не чувствуете среди травы порченных артефактов эй колян готовь монету у нас твоя есть солдатская вот василиса прошли мы с тобой через огонь чтобы тут оказаться погоди-ка огонь у застолья скоро начнется как ты федька после той ночи то плохо помню чё было воська одну знаю если б не ты последний то был бы посидёнок мой я этого-то не забуду получается ты тут всем как мать родная пока спокойно все кроме тебя до дед егор не видно колдунов я-то в оба гляжу и черта если замечу тоже скажу черта его простой люд ты не видит а вот и нет сейчас любой черта может увидеть про самоходные телеги без коней слыхала кто их если не черт движет ну жирновато черт крутит это я знаю а а повозку кто тогда толкает если скотины нет биси тоже еще и другое есть паровоза например а а про пеллиграфа слыхала соликамске недавно пеллиграфные черти так разбушевались крестьяне аж побороли пеллиграфа то это у них вроде князи у царей пеллиграф порезали пеллиграфа чё то я слышала про пеллиграфа тоже держим у хвостро как бы сам пеллиграф не явился если на дороге невесты окажется порченная шерсть это к неудаче а если шерсть медвежья то и поезд может не тронуться вы осматриваете пол но не находите проклятых артефактов ох как жизнь-то повернулась сколько лет я поле наростила а доченька моя у беса мучилась о господи иисусе как так то прости господи ребенок твой не рос а чего ж ты не сходила так знатким так я доктора звала он сказал что-то по ученому мол болезнь какая-то все болезни от черта чё ты докторов слушаешь радуйся что николай до нас добрался ой так не знаю как и благодарить-то тебя василиса федоровна с такой свах это не пропадет дочурка моя довольны женихом то ой так лучше не сосматался бы хозяйственный служилый чё еще над дочурка у вас завидная невеста то да я бы лучше не взрастила и как тот скажет что у бесяков росла прости господи да не поверит никто да и приданого да вон его сколько даже мне подарок достался поиск как у девки моей не знаю только от кого как ты с этим дружкой уживаешься не могу понять то ладно так веселый парень то о другом потолковать хочу свадьбу нам оберегать надо заметила чего ага за место федьки но нет будто спокойно все ты в оба гляди как бы порча не присела что ты неладное почуял то кони худо шли когда поезд выводили за ворота я пошептал и вроде лучше стало но так спроста да не бывает поищи-ка ты сама может тебе с колдовской силой что узнать удастся колдуны то другие не сунутся сюда думаю они тебя давно уж боят пожалуй не будем тревогу тупить ага да и хороша ли свадьба без колдовского поединка вот у меня в молодости помню случай я дружкой был оберегал тоже так пришел обиженный один не позвали так я его так спортил неделю потом полоскала ну ты все-таки порчу поищи чтобы сама крошить то не пошла ты гармониста нашего научил словам научил научил он все и нашептал как положено как бы не напутал чего да че там напутаешь то я приглядываю так не балует позже потолкуем дедушка осмотрюсь я помнишь я тебя учил свадьбы портить как не помнить то вот и попробуй найти или шерсть или стручки бобовые если какой-то без и подкинул то надо убрать хорошо дедушка вы можете продолжить путь наконец после долгих приветствий заморских гостей начался обряд пропевания невесты невеста подала каждому вино и гости расселись в порядке диктуемом традиции начался ужин из многих блюд холодца мясного супа рыбного пирога и телячьей головы и это лишь малая часть яств что сегодня подавали за столом всю неделю до свадьбы подруги и невеста готовили печальные плачи теперь пришло время опивально величальных песен перед продолжением застолья вы решаетесь размять ноги и пройтись по нарядной горлице и книга то у него чернушая истинная сатана как глянула на меня так я это обомлел хотела на меня черта напустить ну потом то ничего говорю сейчас как как ударю на отмашь что ты там говоришь то ой мамочка господь батюшка сейчас я тебя сама на отмашь то ударю или может безо мне на тебя от напустить все таки ой василисушка не губи ты его он дурачок чё с него взять то он и меня дразнил раньше то с прожкой я то знаю что ты добрая и знахаркой тебя называть можно акулина это тебя я от прожки избавляла меня василисушка спасибо матушка нечего этому бесеку и коты сидеть теперь прошка на исправление пошел со мной путешествует помогает тебе значит ой как все сложилось то хорошо а это мой дружок петрушка он так на дудочке играет ладно эх что умею того не отнять еще будешь про меня небылиться рассказывать нечем будет на дудочке играть понял понял как тебе живется без прожки ой так хорошо лучше не бывает больше не говорит бесяк из меня страшным голосом другие дети не потешаются спасибо васенька как твой дозор заметил еще колдунов все спокойно я на чеку нравится вам свадьба ой красиво песнь ерунда это все но у николая вон форма какая баска это ружье еще есть наверное это ой я когда вырасту все глаза выплачу а потом веселье будет уууууууу ууууух соседи этого высокого плотника упали я소ооооо ��ы лицом в своей тарелке и мирно посапывают. Думаешь, я их разговорами притомил? А нет, не в том дело-то. Нет во всей Пермской губернии молодца удалее меня. Ну, когда речь про плотницкое дело идет, да про выпивку. В остальном, надо признать, я не так хорош. С топора, стало быть, кормишься? Ага. Вот недавно струп в анборе отплотничал. Меня часто по уезду поряжают. Платили бы еще как следует. А так хоть чё смастерю? И лодку, и церкву. Я вон и плотництво с собой везде беру. А порик верный. Уж никто тебя и не перепьет? Да я хоть пять штопов в водке хабарызну. Хошь верь, хошь нет. С приговором вы используете траву и предлагаете пари. Ха, давай-ка попробуем. Кружка идет кружкой, а вам все ни по чем. Скоро плотник сдается и падает прямо рядом с соседями. Вы забираете его ставку. Василиса Федоровна, помогай, Господь! Знаю, я не сразу тебе поверила, но не права была. Ох, спасибо, Василиса Федоровна. Как и благодарить, не знаю. Возьми уж вот сметанки от нашей буренки. Ой, в добрый день тебя повстречали. Ой, Василиса про тебя нам невеста рассказывала. Вот ведь мужика себе ухватила, ага. Ну-ка тихо, сглазишь еще. Да я-то неглазливая. Вон Вася подтвердит, ага. Но какой мужик-то солдат. Может и меня бесяк пускай у Таши. Спасибо, что помочь, согласились. Понимаю. Нежданно у вас подруга-то появилась. Да ничего, она ладная девка, словно знали ее все эти годы. Жалко, раньше не объявилась. Не боитесь, что невеста-то подмененной была? А к че бояться? Сейчас-то она обычная. Мало ли че в жизни-то быват. Не, она же бесячки стать решила. Судьба такая. Кого винить? Да к мать ее разве что. Ой, да и она-то натерпелась с подменышем. Ох, простит, так. Застолье еще не окончено, но оно не продолжится без вашей команды. Застолье продолжается. Каждому гостю отведена величальная песня. После каждой песни принято одаривать исполнительниц деньгами. Приходит и ваш черед. Звучит ты, княжая, наша свашенька. Когда стихают звуки хора, к вам приближается девушка с подносом. Глаза всех исполнительниц расширяются от удивления. Вашу щедрость тут же отмечают хвалебной припевкой. Под конец застолья подают ритуальное блюдо. Селянку, крупную запеканку с яйцами. Николай ловко отрезает кусок пирога и дарит традиционные деньги своей теще. Застолье будет продолжаться до утра. Но дед Егор убеждает вас, что завтра предстоит самый ответственный день. Путешествие свадебного поезда на венчание. Вы отправляетесь домой немного отдохнуть перед рассветом. Аминь. Аминь. Венчай.